всех приветствую в спортивном клубе клетка пятый урок с вами андрей басынин и света михайловская мы сегодня поговорим о тройках как держать лапа по тройке то есть потихонечку еще раз я как говорю и на предыдущем уроке то есть не спеша моя задача каждый урок добавлять добавляет двойки тройки четверки серия руками ногами чтобы скоординировать работу лап как правильно держать лап в этот с по стандартно берем 2 2 прямых 3 боковой сам такая стандартная связка можно держать на крест просто на одноименные руки 1 2 3 двойка тройка в предыдущем уроке в предыдущем уроке у нас было двойку просто двойку или просто одиночный удар боковой то есть я сейчас держал двойку потом одиночный боковой теперь просто развернул лапу на боковую удар так что мы можем сделать в одну лапу двойку и выставить левую ручку под левый боковой все это делается когда я уже работаю же здесь чтобы партнер держал дистанцию проверяем правильность на дистанции и отсюда чтобы освободить эту трубу не надо набрасывать тебя все тоже также можем сделать супер кодов также можно начала на 1 здесь 1 2 и потом чуть угол поменял переднюю руки или то что же можно сделать двойку в одну лапу потом уже вывести под левый как с боковым ударом чтобы прицельно чтобы первая двойка вот такая прицельная в одну точку и потом мы можем это третий боковой третий снизу тоже так же мы будем апперкотик в корпус в печень здесь мы не спешим знаете потому что вот мы поставили дворечку сделали раз-два партнер если будет суетиться там или спешить вы может просто не успеть поставить это ребята под апперкот поэтому раз-два вы стоили 34 ты уже положили 3 4 движение 1 2 и 3 сюда под апперкот еще раз тоже так же мы можем сделать тройку сейчас мы продолжаем говорить про переднюю руку с передней руки будет двойка эти не сдали на руке с передней тоже так же двойка и правой же этой же рукой боковой получается стройка такая раз все так же держал двойку и развернул лапу также с апперкотом апперкот развернул лапу под апперкот в корпус а сейчас давайте боковым ударом в принципе вы можете придумать любую варианта любой вариантом комбинация там с трех ударов то есть сейчас мы говорим о том как правильно лапы держать и где не должны быть если там начинается единочных ударов первый раз научились все вы же начинаете с двух ударов потом три-четыре-пять вам уже только остается менять положение лап сейчас просто двойка два боковых двойка боковых и левый левый снизу сделаем левый снизу раз-два-три раз-два и развернул три вот эти слабо знать я не здесь опустое не здесь и разворачиваю в линии плеч может когда боковой ударом и держать лапа в линии плеч а когда идет апперкот я увожу опять в линии подбородка что себя лапу здесь узко сделаю в линии лица допустим идет то есть будет не очень неудобно пить включать можно бить вот так можно две вставки вот выставлять раз-два выставить лапу можно это вообще ничего там в общем когда уже человек опытный там уже просто выставляешь лапу и он уже работает по ним я просто делал акцент на то что как апперкот выводим все держал две лапы для бокового удара а потом апперкот вывел в линии подбородка что он пришел сюда не куда-то в бок ушел так же давайте сейчас в печень можно скомбинировать уже серию с нескольких ударов то есть давайте просто возьмем чтобы разнообразно дальний прямой левый боковой передний боковой и дальний снизу раз получается 1 2 3 все так как работает дальний прямой передний боковой и опять дальний снизу просто дали руку развернула здесь можно же сайта фантазирует там папа подержать лапу под разный удар сейчас тройка только сделаем сдвоенный одной рукой и третий удар другой рукой для тренировки допустим и делаем первое что пришла на мысль будем сдвоенный дальний рукой прямой удар раз-два и передний боковой то есть вот сейчас на тебя тоже как бы дал сигнал да все это уже видел что я держу лапу под боковой 1 2 3 мы делали двойку такую предыдущем уроке просто прямой боковой раз-два теперь просто сдвоили руку то что же мы можем сделать сдвоенный передний боковой третий удар прямой будет мы лапа ничего не меняем вопрос поменяли комбинацию же с другу руки будет начинать у нас нет два боковых лапа опять вас не меняется положение остается такой же но уже отрабатываешь другую комбинацию сперва лапа знаете оставили то что в том что такое же нам положить передаем тройку допустим дальний прямой впереди боковой дальний опять прямой 1 2 или то что же можно начать сдать с передней руки передний боковой дальний прямой и передний боковой еще раз еще раз но эти же нас получается мы держали лапа в одном положении партнера отработал четыре комбинации сейчас напомню первая комбинация была сдвоенной дальней рукой передней боковой 1 2 3 потом просто начали с передней руки 2 боковых 1 2 теперь пошли работать с дальней руки дальняя рука боковой передний опять дальний прямой и теперь с передней 1 2 3 партнер может просто сейчас это поддержать допустим себя нарабатывать потихонечку набрасывать любую комбинацию из этих то есть эти из этих четырех куда из этих четырех серий а вы держите просто статически так лапу но когда мы держим мы постоянно чуть-чуть встречаем этот свет себя будет бить любой из этих комбинаций а я буду держать очень страшно здесь это тоже тренировка получается когда партнер работает несколько комбинаций под одни и тяжелом то есть вы получаете вы видите с какой руки сейчас будет бить и вы успеваете вам поставить правильно встать сюда просто подставить лапу чтобы рука не была расслаблена то такая же самая тренировка но еще вариант когда мы с дойкими говорили допустим я не сказал вот с этим мы можем двойку опять же бить до тренироваться двойку я могут лапу вернемся к предыдущему уроку лапы держу здесь в районе груди то есть поменяемся не станет и допустим боковой то есть мы били так двойку раз а теперь что то же самое сделали так раз два с выходом в корпус перу да то есть можно сделать как мы делали в самом первом уроке то есть в разрез корпус покойка та же самая двойка даже тройка можем сделать в корпус боковой в корпус прямой да да 1 2 3 та же самая комбинация сейчас вернешься к предыдущим тым уроком сакана в разрез вот этим и в разрез да мы можем сделать мы сами сейчас сделали только недавно с двойной передней рукой с двойной передней рукой 1 2 а сейчас мы сделаем с уклончиком с небольшим то есть раз потом 2 раз наброс идет подставил лапу для дальнюю прямом потом сделан наброс передней рукой пошел с уклончиком в разрез подбородок и то же самое лапу вы под боковую да раз и уже как бы мы вот мы фактически одну и серию уже разработали рассмотрели в разных вариантах как можно работать то же самое под боковой да мы делали сами допустим боковой били на два боковых перейдем 1 2 и все то же самое можем сделать с нырком уже стоять первый удар боковой с нырком боковой и прямой еще раз два самки не не спеша пожалуйста только не спешить здесь скоро здесь надо наработка звезд сели с апперкотом тоже так же можем сейчас этот чтобы чуть отвлечься от бокового вот мы сделали дальние два двойной передний боковой а теперь будет у нас идти в печень еще раз теперь в разрез нас идет 1 2 поставим 1 2 3 вот здесь здесь можете не успеть что вы делаете наброс и руку может не вернуть мы просто берем эту жало саму лапа подставляем сюда же под печень или вообще можно делать это поддался раз два и лапу до 3 лапа от меня и уже идет удар снизу в в разрез сюда в подбородок через уклон еще раз раз два и сразу сюда или убрал руку ой да и dynamic записи или убрал руку вот здесь уже все раз два и юг у а а а а а а а Продолжение следует...